Сегодня с вами я Ирина Чекунова, а в гостях у меня главный полицейский Верхневолжья, начальник управления МВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Пётр Александрович Пырх. Пётр Александрович, здравствуйте. Я благодарю, что вы согласились принять участие в нашей программе, тем более, что программа выходит в преддверии Дня Полиции, Дня Работника Органов Внутренних Дел, как теперь называется? День Сотрудника Органов Внутренних Дел Российской Федерации. Вот, День Сотрудника Органов Внутренних Дел Российской Федерации. Раньше это называлось проще, раньше мы называли это Днём Милиции. Вот я даже, чтобы соответствовать вам, сегодня одела первую свою награду. Это знак содействия МВД. Для меня это самая дорогая награда, потому что, как бы, я знаю, что и в былые времена программе нашей уже 22 года, и мы всегда хотели содействовать этому, чем-то помочь сотрудникам полиции, потому что уж очень сложная у вас работа. И этот день, День Милиции, на протяжении десятилетий, наверное, был, наверное, главным праздником для страны, народным праздником. Вот как вы к нему относитесь до сих пор, когда уже милиции нет, есть полиция, этот праздник народный? Я этого же мнения поддерживаюсь, и в период советской милиции этот праздник был народный. И на сегодня, на мой взгляд, он остаётся народным, потому что и на сегодня отделить органы внутренних дел от общества невозможно. То есть мы все нацелены на одно, это поддержание правопорядка, безопасности, и, конечно же, без помощи граждан, без помощи активных граждан нам не обойтись. И поэтому я тоже считаю, что на сегодня этот праздник остаётся народным. Мы в течение программы несколько подробнее остановимся на тех структурах, которые вам помогают. Вот именно, может быть, это ДНД, это общественные какие-то объединения. А сейчас давайте несколько слов о криминогенной обстановке Верхневожья. Итоги уже десяти месяцев, да, 2020 года, года непростого. Чем характерно, какой характер преступности, как сумели побороть? Да, действительно, уже можно подвести итоги десяти месяцев текущего года. Да и, в принципе, уже те тенденции, которые обозначены, они, скорее всего, сохранятся и на конец текущего года. И какие-то выводы уже можно делать. Год был непростым. И вот условия пандемии, условия карантинных ограничений, они сказываются в целом на обстановке, значит, и на деятельности органных дел. Но я могу сделать вывод, что, конечно же, обстановка осталась стабильной, там можно уже делать этот вывод. Никакого всплеска преступности, всплеска, как прогнозировалось, насильственных преступлений в условиях пандемии не произошло. Потому что, я вот вас перебью, были такие прогнозы, да? Особенно вот когда был период карантина, да, и в нашем регионе, и по всей стране говорили, что вот, мы вернемся к 90-м годам, будет плохо, преступники выйдут на улицы, начнутся грабежи, разбои. То есть, этого не произошло? Я это могу подтвердить цифрами, и сделать вывод, что 90-е годы у нас не наступили, и вряд ли они наступят. Во-первых, действительно, у нас зарегистрировано за 10 месяцев 18 445 преступлений. Это несколько больше уровня прошлого года, на 400 небольших процентов. Значит, но при этом основные виды таких насильственных преступлений, убийства, у нас зарегистрировано 72 убийства, это на уровне прошлого года, роста не произошло. Меньше совершено 133 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Значит, меньше зарегистрировано разбойных нападений, 26, чуть больше грабежей, 332, значит, но с ростом несущественный. И основная масса грабежей, 90% из них открыто, это на сегодня такой тренд грабежей из сетевых магазинов. Из сетевых магазинов? Ну, мы их стараемся раскрывать, и отмечу, что большинство из них открыто, 90% грабежей открыто. Давайте мы по раскрываемости, коль мы затронули эту тему, а каков процент раскрываемости? Потому что я знаю всегда, в милиции, в полиции этот показатель был основным. Значит, основной, если брать общую раскрываемость, она не очень, на нас же, это высокая, значит, 45% по 10 месяцам. Значит, но если брать преступления против личности, это все убийства на сегодняшний день, все, значит, подчинение тяжкого вреда здоровью, подлегшая смерть. Раскрываемость подчинения тяжкого вреда здоровью, значит, 90%, больше 90%, и я отметил, что раскрываемость грабежей 89%, лучше, чем мы раскрывали кражи, значит, чем в прошлом году. Значит, ну и разбой и нападение лучше, чем в прошлом году, мы также раскрывали, что работали более эффективно. Сегодня, наверное, на рост преступности повлияло прежде всего, это такой огромный рост дистанционных преступлений, связанных с IT-технологиями. Это кражи с банковских карт. Это вот то, что мы говорим постоянно, это активизация мошенников? Да, значит, это, причем очень по всем направлениям, это и кражи с банковских карт со счетов граждан, это и мошенничество, значит, под любым предлогом. И у нас на сегодня, значит, уже зарегистрировано более полутора тысяч, 1790 краж с банковских карт и две с половиной тысячи мошенничеств. Преступления раскрываются тяжело, тяжело мы стараемся, и часть преступления раскрыта больше, чем в прошлом году. Мы только 200 лиц задержали за эти преступления, в том числе из других регионов. Значит, но, к сожалению, та работа, которая проводится и на уровне министерства, пока, ну, такого эффективного противостояния не дает. Потому что зачастую денежные средства уходят за рубеж, в том числе и на Украину, мы такие факты выявлялись. Конечно же, раскрывать и с использованием аппетитов, они это делаются, сложно устанавливать лиц и, значит, посекать эти преступления. Это, наверное, основное влияние, и они же влияют, конечно, и на уровне раскрытия преступлений. Основные классические преступления мы рисковали лучше, чем в прошлом году, то, что характерно для нашей регионы. Это, значит, это, прежде всего, работа уголовного розыска, да, на земле, да, отделов полиции? В прошлом году министерство, министрам принято решение, стоялась коллегия министерства именно по поступлению с IT-технологиями, потому что характерно для всей страны. И принято был ряд штатных решений, кадровых решений, специализированные подразделения, которые борются с этими преступлениями в структуре уголовного розыска, управления уголовного розыска, ОМВД, в структуре следственного управления, в структуре управления по борьбе с наркотиками, значит, в дознании. Это создано специализированные подразделения, которые на сегодня занимаются именно раскрытием преступлений, связанным с хищением банковских карт и дистанционными мошенничествами. Давайте поясним нашим радиослушателям, телезрителям, что такие именно раскрытия таких преступлений, это тяжелое дело, что зачастую сами жители региона идут на поводу у преступников и сообщают им ту информацию, которую никогда сообщать нельзя. Слишком доверчивые люди, хотя я знаю, что сотрудниками полиции проводится колоссальная профилактическая работа. Да, мы нацелены на профилактику, стараемся все-таки предупредить эти преступления, убедить граждан быть более безопасными. Ну, понятно, современность, сегодня IT-технологии входят в нашу жизнь на всех уровнях, но есть еще вопросы безопасности, которые нужно соблюдать при работе и с мобильными телефонами, с ноутбуками, и тем более с банковскими картами. И мы на всех уровнях говорим, что ни в коем случае нельзя называть и коды доступа, и другие средства, которые пароли, которые разрешают доступ. И, конечно же, в телефонном режиме постараться поменьше общаться с подавителями лицами, которые названивают регулярно. Простой пример могу привести, почему эти последние преступники очень совершенствуются, действуют профессионально. У нас было несколько хищений, больших сумм, в одном случае 6 миллионов у женщины украли, в другом случае недавно 5 миллионов, она перечислила. Огромные суммы. Да, для того, чтобы убедить эту женщину совершить эти действия, было задействовано порядка 24 телефонных номеров. В течение трех дней шла, так скажем, обработка этой женщины. Психическая атака. Да, причем создавался фонд колл-центров, работа в колл-центров, и все-таки склонили к тем действиям, к перечислениям этих денежных средств. Как было сказано, на защищенный счет. На самом деле деньги ушли за рубеж. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами вновь программа «Тема дня», с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня начальник управления МВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Петр Александрович Пырх. Петр Александрович, здравствуйте, еще раз говорили, приводили цифры по обстановке Верхневожья с преступностью. Давайте еще несколько цифр относительно вашей борьбы со взяточничеством, коррупционные преступления. Меня еще очень интересует проблема профилактики вырубки леса, потому что для нашего региона лесозаготовки браконьерские, они всегда были темой номер один. Конечно же, для всех федеральных органов борьба с коррупцией остается проритетным направлением деятельности. Это одна из угроз в целом нашему государству, поэтому задачи поставлены и на уровне президента, и на уровне министерства. За текущий год у нас выявлено 59 преступлений, которые коллективаются как взятки, сумма взяток растет. На сегодня по взяткам сумма 165 тысяч миллионов рублей, по суммам. 165 миллионов? Да, возрастла сумма достаточно такой. Ничего себе! Да, сумма бывает разная. И категория лиц, которые совершают коррупционные преступления, она различна. Это и должны лица федеральных органов исполнить власти, и муниципальные власти. Поэтому постараемся, получая информацию, ее в полной мере своими коллегами отрабатывать и бороться с этим злом. Но хотя мы всегда говорим, что взятка, если даже тысячу рублей тебе дадут, если ты государственное лицо, то это уже будет взяткой. Знаете, существуют разные дискуссии, кто опаснее бытовая мелкая взятка, там, врач, учитель, или педагог, или сотрудник полиции, или миллионные взятки. Нам уйдет и то, и то зло, которое мешает существованию нашего государства в правовом поле. И люди, которые говорят в дискуссиях, до чего там берут все, а мы отвечаем, а вы не давайте. Ведь к ответственности привлекается и тот человек, который пытается решить свой шкурный вопрос, в первую очередь, за деньги. Это примеров, о чем можно очень много. Надо понимать, что и дача взятки это преступление. И, конечно же, когда выявляются факты взятничества, в том числе дается оценка и тем, кто пытался решить стильные вопросы за счет взяток. И у нас нет таких людей, которые стоят над законом, да, это надо еще раз объяснить, что типа, что ему будет, он занимает такое положение. Нет, у нас перед законом все равно. На сегодня, да, тезис, тоже я полностью с ним согласно не поддерживаюсь, и на сегодня я уверяю, что неприкасаемых нет. И прокуратура очень четко наблюдает и надзирает за законностью в этой сфере. И следственный комитет также, в чем производство находятся эти дела, ну, подходят к этому очень принципиально. На сегодня найти никакое должное положение не может избавить человека от привлечения к ответственности за совершенное преступление. Вот вы сейчас упомянули другие ведомства. В каком взаимодействии вы находитесь? Потому что полиция одна в безвоздушном пространстве, мало того, что помогает общество, но и другие службы работать не может, да? Это вы назвали прокуратуру, и следственные комитеты ФСБ наверняка помогают все, и МЧС в нужных ситуациях. Ну, да, нас, так сказать, помогают неправильно. Мы все решаем одну общую задачу, да? Да, они помогают, они решают свои задачи. Она общая, это обеспечение безопасности нашего государства и нашего, в том числе, региона. Мне повезло, потому что с руководителями всех этих ведомств, и ФСБ, и следственного управления, прокуратура, надзорный орган, судебные приставы, УФСИН. Сложились очень деловые и эффективные отношения, значит, у нас нет деления на какие-то ведомственные интересы. Мы все обсуждаем, у нас есть формат коррадиционного совещания, есть формат международного совещания, да, то есть, ну, и я могу заверить, что можно в любой момент поднять трубку и решить тот или иной служебный вопрос, который требуется для выполнения нашей главной функции. Поэтому здесь никаких вопросов быть не может, и мы тоже, на свою очередь, стараемся всегда помогать нашим коллегам выполнять, ну, те или иные задачи, которые стоят перед ним. Петр Александрович, несколько слов о борьбе с хищением леса. Раньше это была просто катастрофа? Что сейчас? Наш регион отличается, особенно у нас большой объем лесных насаждений, значит, конечно же, и количество преступлений достаточно существенное. На сегодня, за 10 месяцев у нас зарегистрировано 140 незаконных рубок леса, объем более 170 миллионов рублей ущерб по этим преступлениям. Значит, тоже, значит, находится этот вопрос на постоянном контроле. Значит, мы понимаем, что это влияет и на экономику региона. Цель только одна. Вопрос лесозаготовки. Экономическая деятельность в этой сфере, он один из основополагающих в нашем регионе. И цель только одна – навести порядок и вывести все в законное русло и в законное плоскость. Никто не посягает на экономическую деятельность предпринимателей, но, значит, законные рубки должны быть пресечены. Я раньше помню, несколько лет назад существовало даже отдельное подразделение, которое специализировалось на борьбе с лесохищениями. Сейчас кадров хватает, специалистов здесь тоже работа специфическая. Да, такое же подразделение и сегодня существует. Это отдел в структуре управления по борьбе с экономическими преступлениями, которые координируют работу всей области. Они на этом специализируются, занимаются и выявлением преступлений, и оперативным исправдением тех дел, которые у нас находятся в производстве. Есть значимые дела с большим объемом на сегодняшний день. Ряд серьезных дел направлен в суд, то есть на сегодняшний раз рассматривается. Поэтому здесь мы находимся на постоянном контроле. И наверняка, наверное, принимаются звонки жителей отдаленных деревень, сел, которые видят, что у них на глазах происходит. Здесь такое взаимодействие очень важное. Мы очень четко реагируем на все звонки. Я могу сказать, что мне ежедневно докладывают поступающую информацию на телефон доверия. Мы мониторим средства массовой информации. Тоже мне ежедневно докладывают информацию, которая касается нас. В том числе мы мониторим и социальные сети. И тоже там, где мы видим какие-то признаки преступления или обращаясь на тот или иной вопрос, мы тоже встанем на контроль и постараемся проверять и реагировать. Петр Александрович, Вы упомянули сейчас телефон доверия. Насколько оправдывает себя этот телефон? Звонят люди, жалуются, каким-то образом пытаются решить свои проблемы? И телефон доверия, и телефон 112, и 02 постоянно работает. У нас есть также рубрика на нашем сайте, где тоже ежедневно отрабатываются те сообщения, которые поступают. И сегодня очень много сообщений поступает в электронном виде, почти ежедневно, со всех регионов страны, касающихся вопросов к нашей области. И мы, конечно же, стараемся здесь ни одно сообщение не пропустить. Еще одна важная тема – это профилактика преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Недаром у Вас есть целая структура, которая занимается… Сложный вопрос. Да, есть очень сложный. Есть закон федеральный, да, и есть перечень тех субъектов, органов, которые должны заниматься этой серьезной проблемой. Мы же все понимаем, что дети – наше будущее. Когда мы вырастем, тот и будет потом управлять государством или работать в седеральных структурах и в целом формировать жизнь в нашей стране. К сожалению, в этом году есть определенный рост преступности. У нас зарегистрировано 316 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Чем это вызвано? Наверное, в том числе мы прогнозируем, что это, скорее всего, условия пандемии и те ограничения, длительные школьные каникулы, которые дети, к сожалению, были представлены сами себе, потому что был период дистанционного обучения. Это тоже, наверное, сказалось в какой-то степени. Ну и вот, выбирая, наверное, каждое такое преступление, мы понимаем, что есть и серьезное упущение в вопросах воспитания и стороны самой семьи, и подразделения образования, ну и на уровне опеки, да и в нашей деятельности. Ну, как мы всегда говорим, что школа, школа, и у полиции свои задачи, да? Но ведь семья. Раньше понятие неблагополучной семьи мы вкладывали в то, что один из родителей выпивает, да? Постоянные пьянки, какие-то гулянки. Теперь людям надо зарабатывать деньги. И никуда-то это не... У кого две работы, у кого три, кто там посменно, кто что, и дети волей-неволей, и тут, и там оказываются без надзора. Так, на самом деле, так и есть. Это очень тревожит, сказать правильно, но сегодня такое понятие семья неполучное, оно немножко отличается от советского понятия, да? То есть, и, конечно же, когда сбираешь тот или иной случай, ну, честно говоря, для меня это поражает, та ситуация. Последний пример был, когда было совершено преступление насильственного характера в отношении 12-летней девочки в одном из районов области, не буду его называть. И оказалось, что в ночное время девочка, 12-летняя, в состоянии опьянения, гуляла в компании, и родители, причем родители, по нашему мнению, было получено, имели еще работу, не алкоголики, отпустили в ночное время 12-летнего ребенка, в соседнюю деревню, значит, вот на какие-то там общения со сверстниками. Она оказалась в компании взрослых людей, и было совершено преступление. Ну, как вот я тоже привожу пример, когда на дороге погибли подростки, это и в прошлом году, вот у нас Сахаровское шоссе, и Калязинский район, в этом году, да? Подростки, это ночью, где были ради, куда вы смотрели, да? Ну, они на скутере катались, или там на чем-то катались. Вопрос, может быть, как-то проконтролировать своего ребенка? Может быть, этого бы и не было? Когда случается трагедия, как вы, например, проводили, всегда это просто встает. Куда же, чем же, как же родители контролировали своих детей, и как же они, о чем они думали, когда они отпускали своих детей в ночное время, да, то есть, из дома, да, то есть, и не боялись, что ребенок может стать жертвой преступления, или сам совершить то или иное поступленное действие. Поэтому, это тоже большой вопрос, не только к органу опехи, или, значит, школе. Я могу цифровать, на эту цифру мы в этом году привлекли к ответственности административной 4 тысячи семей. 4 тысячи? 4 тысячи, да, за различные нарушения при воспитании детей у нас составлено 4 тысячи протоколов. Я знаю, что у нас в Верхневожье очень сильные, вот, в структуре управления внутренних дел, ПДН, да, отдел по борьбе, ой, по борьбе, говорю, в подростковой, профилактике подростковой преступности, и там буквально работают женщины, сотрудники и мужчины, которые иной раз заменяют родителей. Ведь это очень специфическая работа. Это золотой фонд, на самом деле, УВД, это очень специфичная работа, и там в этом подразделении могут работать только те, кто имеет к этому способность и желание. Потому что, понимаете, первое, это работа с детьми, да, это, конечно же, особенность определенная, да, нужно иметь к этому склонную способность. А второе, надо, конечно, иметь, так сказать, психологическую устойчивость. Когда ты посещаешь отдельные семьи и видишь, в каких условиях живут дети, не каждый выдержит это в еженедневном режиме. И, конечно же, это сказывается именно в психологическом состоянии сотрудников. Особенно, когда какие-то происходят трагедии, да, то есть, и понимаешь, что ребенок погиб, или подчинено какое-то серьезное преступление, вызывает, конечно, психологический стресс. Да, я сама была неоднократно в рейдах с ребятами, это просто кошмар. Я уже не говорю там о клопах, о тараканах, просто сами условия, в которых живут люди, иной раз домашний скот живет лучше, и там воспитываются дети, и чего мы еще хотим, называется, да? У нас на сегодня стоит на учете 1672 подростка, у нас стоит на наших профилактическом учете. Это и так называемое «все равно», если они стоят на учете, значит, семья уже не благополучна, наверное. Ей трудно назвать благополучной. Есть те, кто совершал административное правонарушение, есть кто совершал преступления, в том числе, не достигнув возраста уголовной ответственности. Это разная категория детей, которые нас поставили на учет. Я знаю, что в том числе и сотрудники ПДН, и сотрудники других подразделений Тверской полиции выходили на улицы Твери в непростые времена для нас, да? Это условия самоизоляции. Работали, когда было много на карантине. В чем особенность работы полиции была в эти тяжелые для всей страны дни, для всего мира? — Главная, наверное, задача была убедить граждан все-таки соблюдать меры карантинные, которые позволят минимизировать риск заражения этой опасной инфекцией. То есть, целью было первое убеждение. То есть, второе, конечно, чтобы цель была, чтобы сами сотрудники выполнять свои обязанности, не заразились. Они тоже рискуют, рисковали, рискуют своим здоровьем. То есть, к сожалению, у нас в том числе тоже есть многочисленные факты болезни сотрудников. Поэтому, конечно же, мы прежде всего работали в местах скопления людей. И скажу, что тяжелее всего было именно молодое поколение убедить в том, что надо соблюдать карантинные меры ограничений подростки. И, конечно, большая работа была проделана. И сейчас она продолжается. Мы контролировали и тех лиц, которые обязаны были соблюдать самоизоляцию. Но, к сожалению, не все соблюдали самоизоляцию, будучи зараженным или контактным. Тоже была проделана большая работа в взводе с и правительством региона, и с Роспосредственным Назором. Мы эту работу проводили и проводим на сегодня. Вот вы сейчас говорите, перечисляете ту задачу, которую выполняли сотрудники полиции. Ведь это же очень важно сделать тактично именно. Общение с людьми – это на первом месте у сотрудника полиции. Я могу заверить, и телезрители, и радиослушатели, что никакой задачи, прилечь к ответственности, административной за несоблюдение карантинных меры, никто не ставит и ставить не будет. Цель главная – это профилактика. Прежде чего сотрудники пытаются убедить в общественном месте одеть маску или соблюдать другие требования, дистанцию и прочее. Конечно, когда уже слова убеждения не действуют, мы вынуждены все-таки реагировать и применять административные ресурсы. Это административный протокол и привлечение к ответственности. На сегодня скажу, что за всю период пандемии у нас выявлено 1600 административных правонарушений. Основная масса – это несоблюдение карантинных мер. 390 – это за нарушение режима самоизоляции гражданами. Поэтому это небольшая цифра. Мы не стремимся ее наращивать или какие-то задачи не ставим. Главное – меры профилактики. – Сколько задач у полицейского, если мы говорим о такой службе, о такой профессии? Это же, наверное, не перечислить, где найти человека, как вы подбираете людей, чтобы пополнить кадровый состав. Для понимания я могу несколько цифр. Во-первых, эти преступления я уже цифры называл. У нас только один из государственных услуг за 10 месяцев оказано более полумиллиона, 500 тысяч государственных услуг. Только по линии миграции это больше 300 тысяч государственных услуг оказано. 190 тысяч заявлений рассмотрено, которые поступили в органы внутренних дел. Больше 10 тысяч у нас стоит на профучетах. Поэтому 54 тысячи административных правонарушений выявлено без нарушений в области безопасности дорожного движения. Плюс 1,1 миллиона правонарушений в области безопасности дорожного движения. Это огромный массив работы и очень разосторонняя деятельность, на самом деле, не только связанная с раскрытием преступлений. Говорили об огромном количестве задач, которые стоят перед сотрудником полиции. Кадровый состав где пополняете? Раньше у нас, я знаю, на Хрустальной была школа милиции, называлась, около Дмитриева Черкасса у нас был университет. Там высшее образование давали, филиал университета МВД. Как сейчас? На сегодня ситуация осталась прежней. Два источника полнения кадров. Это наши ведомственные вузы системы МВД. Ну и другие вузы, в том числе и Тверской государственный университет. Если говорить о наших ведомственных вузах, основной приток это Московский университет МВД имени Кикотя. Это Санкт-Петербургский университет. Это Нижегородская академия, которая специализируется на подготовке сотрудников по линии БЭП. Это Орловское высшее учебное заведение, которое специализируется на сотрудников ГИБДД. Это Воронежское тоже университет МВД. То есть вы все перечисляете и другие регионы. Высшее образование теперь в Тверском регионе получить нельзя? Сегодня у нас только сохранен Тверской филиал Московского университета, который готовит сотрудников полицейских по программе первоначальной подготовки. Не сказалось ли это на каком-то своеобразном оттоке кадров, вернее не приходе кадров? Да, если раньше у нас здесь был вуз, который готовил и оставались здесь люди в подразделениях полиции Твери, то теперь вот Воронеж, Орел, Москва. Мы сами комплектуем эти учебные заведения. Я пользуюсь возможностью призываю молодых людей поступать в учебные заведения. Это уникальный шанс, в том числе бесплатно учиться в Москве или в Санкт-Петербурге и получить высшее юридическое образование. По поводу сложности, конечно, сложность накладывается, потому что тоже заочное обучение, которое у нас тоже предусмотрено, если раньше можно было учиться не отрываясь от дома, а сейчас это нужно выезжать в другой регион, по крайней мере, в Москву, в Московскую область, для получения заочного образования. Это, конечно, сказывается на подготовке кадров учебными заведениями. Что нужно для того, чтобы стать полицейским? Это для молодого человека, это обязательно служба в армии. Принимаются ли женщины? Вот, может быть, сейчас нас девушки слушают и говорят, а мы тоже гораздо, мы тоже хотим защищать общественный порядок. Но первое, самое главное, это желание. Что должно быть, служить в органах предел, служить своему государству. Это не простая профессия, это тяжелый труд. Ну и, конечно же, определенный уровень образования. Для полицейского это, как минимум, полное и среднее образование. Для определенной категории должностей это среднее образование, участковые полномочия и другие службы. Есть категория подозрения, где только высшее юридическое образование. Это следствие, дознание тех, кто занимается процессуальной деятельностью. И второе критерие, это, конечно же, уровень здоровья, который определяет наша военно-вочебная комиссия. В том числе и психическое здоровье, да? Конечно. Потому что здесь такая устойчивость психологическая, она крайне важна. Да, ну и, конечно же, безупречная, потому что прошлое. Ну да, досудимого человека может... Да, должно быть и психологическая устойчивость, конечно же, к тем стрессовым ситуациям, которые ежедневно сталкиваются сотрудники полиции. Пётр Александрович, по вашему наблюдению, вернее, что уж тут наблюдению, вы знаете ситуацию во всей области, молодых сотрудников сейчас больше или всё-таки преобладают люди уже с опытом? И приходит ли молодёжь? Есть ли институт наставничества? Меня, во-первых, очень радует, что у нас в управлении кадровый костяк, ядро, оно существует, настоящих профессионалов. Я могу фамилии перечитать бесконечно. Ну, конечно же, коллектив омолаживается, и большое количество молодых сотрудников приходит к нам на службу. Фактически мы ежегодно принимаем где-то 400 человек на службу в органы внутренних дел. Хватает этого? Конечно, нет, у нас на сегодня не комплект, 8%, это почти 400 единиц у нас неукомплектованы, причём в ведущих подразделениях и участковые полномочия, и патрульно-постовая служба. Это та самая земля, это те люди, которые ближе всего к народу, да? Мы ждём кандидатов, и готовы с каждым работать, сегодня индивидуальный подход к каждому кандидату. Мы стараемся оказывать помощь в сборе документов, в прохождении комиссии медицинской. На это нацелены все подразделения. Да, я знаю, что и предусмотрены какие-то льготы, и как-то вы способствуете, чтобы и по карьерной лестнице, что сшёл человек, да, и в социальном плане помогаете, да, и конкурсы, он всероссийский проводится, на лучшего, да, это тоже стимулирует человека. Ну, социальные гарантии, они прописаны в законе о полиции, и достаточно много, да, то есть это и различные компенсации денежные за ненормированные служебные деньги, за работу в выходные дни, за особые условия службы, они предусмотрены. Значит, есть и другие социальные гарантии, касающиеся и отдыха, реабилитации, санитарно-курортного лечения. Переспечения есть, в том числе и социальное выплаты на побретение жилья предусмотрено. И, конечно же, главный стимул – это возможность кардианного роста, то есть и получения высшего образования, бесплатного высшего образования в вочной или заочной форме. – Пётр Александрович, ну, коль мы начали говорить о том, как людям поступить, как получить основы этой профессии, несколько слов о себе, может быть, кто-то думает. Вот пришёл Пётр Александрович Пыр. Он изначально был генералом и пришёл сюда на программу уже генералом. Но прежде чем стать генералом, надо, наверное, снизу впройти. Каков ваш путь? – Это хороший вариант. – Да, это было бы неплохо, да? Человек рождается и сразу становится генералом. – Но, к сожалению, так это не получается. Путь достаточно, наверное, характерный для сотрудника органов внутренних дел. Я его начинал в 1993 году с должности милиционера патрульно-постовой службы, ослужив срочную службу в армии. Пришёл на службу в патрульно-постовую службу. – Ой, да снова ППС. – Больше года хранял пропорядок на территории города Пскова. Затем, получив образование, одновременно обучаясь в Санкт-Петербургском системе МВД, рост карьерный по ступенькам. Все ступеньки, которые есть в системе, я прошёл до звания генерала. – И вот здесь теперь мы встретились в этой студии. Что чаще вы слышите, Пётр Александрович, о своей работе, о работе вверенных вам сотрудников? Слова благодарности или какие-то недовольства? Это привыкли люди. Непросто жить, экономика непростая. Что там говорить, да? И вы находитесь всегда на передовой. Слова благодарности приходится слышать? – Ну, вы кончат критики. Я очень нормально отношусь к критике. Я лично стал всегда объяснить, что на сегодня запросы общества очень высоки, в том числе и с сотрудниками полиции. То есть требования, наверное, взросли неимоверно. Поэтому мы должны это понимать. И на всю критику, которая поступает, конструктивную критику, мы должны, конечно, чётко реагировать. И мы каждое обращение, мы рассматриваем, значит, жалобы. Ну и, конечно же, очень приятно, когда не только 10 ноября поступают благодарственные письма, звонки. И о них достаточно много поступает. И по различным службам, и по подразделению ГИБДД, и уголовный розыск, и участкового полномочия, и письма, и благодарственные обращения. Их достаточно много. Это очень приятно. Я вас уверяю, что я каждое такое письмо читаю, да, то есть отписываю его и в нашу пресс-службу, и в РЛС, чтобы, в том числе, сотрудникам доводили, что их вот такая качественная работа вызвала такие слова благодарности. Вы часто выезжаете в районы области, область очень большая, встречаетесь с людьми, проводите такие встречи, да, с населением. Что слышите от людей, что интересует людей, особенно в отдаленных районах? К сожалению, сейчас выезды ограничены. К сожалению, существует пандемия. Но я могу сказать, что я, когда приехал в регион, я поставил свою задачу, и я за первые полгода объехал все районы области, познакомился с коллективами, встречался с нашими ветеранами, с общественным советом, с общественным советом. И довольно часто, в том числе, и выездные приемы проводил. Обращений очень много, и не только жалобы на действие сотрудников полиции. До сих пор еще граждане, население воспринимают органы трендела как помощников в любых вопросах, в том числе и ЖКХ, и, конечно, и дороги, и все. И мы, конечно, стараемся помочь каждому, если даже не наши компетенции, все равно мы обращения перенаправляем в те органы, которые возложены в функции надзора и контроля за той или иной действительностью. Но есть и жалобы на сотрудников полиции, и на те решения, которые они принимают. Я просто могу заверить, что ни одна жалоба, она без внимания не обходится, и рассматривается достаточно тщательно. Вы сейчас упомянули общественный совет. Мы начинали программу с определения такого народная милиция, народная полиция, хочется, чтобы это было. Кто из общественности помогает? Я знаю, что активизировались сейчас добровольные народные дружины. Да, мы на этом очень концентрируемся. Но в самом понятии общественный порядок, да, подозревает, что и общество будет участвовать в обеспечении этого порядка, потому что, конечно же, сил и средств только наших для этого не хватит. Поэтому мы опираемся на любые предложения и на любые формирования. Но прежде всего, конечно же, это добровольные народные дружины, мы пытаемся их возродить, но, по крайней мере, стараемся это сделать в том виде, который существовало в советское время. Это был хороший опыт. У нас на сегодня зарегистрировано 55 добровольных народных дружин. 55 по области? Да, по области. 358 членов. Не так много, на самом деле. Мы рассчитываем на большее. Но мы находимся на самом начале пути. Поэтому формируем, все инициативы принимаем. У нас на сегодня зарегистрировано 12 казачьих обществ. Казаки помогают? С девяти из них мы заключили соглашение. И тоже есть хороший опыт по стране, где казаки активно участвуют в поддержании правопорядка вместе с сотрудниками полиции. И мы тоже на их помощь рассчитываем. Мы всегда контактируем с любыми общественными организациями. Сейчас было предложение в слоях пандемии. Мы бы как-то привлечь к профилактике подростковой преступницы Совет отцов. У нас в России тоже существует Совет. Чтобы тоже можно походить по определенным местам, где концентрируется молодежь. И их авторитетом постараться кого-то убедить. У нас, членов общественного совета, которые мы собираемся, какие-то вопросы решают. Поэтому мы все инициативные предложения рассматриваем. И стараемся привлечь к этой деятельности активно граждан. Потому что мы понимаем, что позиция граждан правопорядки формирует и правопорядок, и правильное социальное поведение. Зачастую даже замечание сделано с членом ДНД, то есть оно более действенное, чем замечание сделано с сотрудником полиции. Меньше агрессии вызывает. Поэтому мы тоже понимаем и постараемся это использовать. Я знаю, что в прежние времена был такой статус общественный помощник милиции. Или как вы меня поправьте, или добровольная народная дружина, общественный помощник милиции. Было что-то сейчас такое? Существует такое понятие? Понятие существует. Есть порядок привлечения общественных помощников к нам. Их не так много на самом деле, но всех граждан, желающих мы готовы к этой работе привлекать. Нам помощь очень нужна. Ну вот, пожалуйста, общественная значимость сотрудников полиции. На самом деле очень много. Я сказал, что общество меняется, и меня это очень радует. Потому что становятся нетерпимыми некоторые вещи, в том числе и нарушение правил дорожного движения. Много сообщений поступает инициативно о пьяных водителях. Это очень правильно. Мы на них реагируем. Да, это верно. Потому что я сама знаю, зная по специфике работы, что очень много неравнодушных, которые сообщают и говорят, там-то едет нетрезвый. И это принципиально. Потому что это же вы предотвращаете беду. Конечно. Это же потенциальная угроза жизни или самого этого участника дорожного движения, или другого участника движения. Поэтому, конечно же, надо пытаться как можно быстрее все пресечь. Мы тоже приедем всегда это. И у нас один телефон доверие. И мы очень быстро реагируем и отрабатываем. У нас на сегодня в области введен такой институт по уровню муниципальной власти, как староство поселения. То есть мы тоже пытаемся с ними контакт наладить, чтобы они нам в том числе и помогали, сообщали о каких-то происшествиях, на которые могли бы реагировать вовремя. Еще одна сторона Вашей работы, которая, к сожалению, уже очень много лет присутствует в графике, это командировки в Северокавказский регион. Они по-прежнему продолжаются, по-прежнему там несут вахту. Тверские милиционеры, ведь это же по большому счету, конечно же, отвлекает от работы здесь в регион. Да, эта задача стоит перед министерством. В целом и перед нашим управлением у нас фактически на постоянной основе более 50 сотрудников органов вторых дел находятся на территории Северного Кавказа и участвуют в поддержании правопорядка общественной безопасности. Мы сегодня формируем очередной отряд для выезда в командировку. Это Курчилой опять? Это не Курчилой, это Северноводск на сегодня, граница Ингушетия и Чечни. Там находится наш отряд на постоянной уже основе. Сотрудники, я должен отметить, что очень высоко несут звание отверских полицейских. И я получаю только благодарственные письма. Все руководители отмечают высокий профессионализм наших сотрудников. И самое приятное, в том числе и местное население тоже с благодарностью относится к нашим сотрудникам. И слабо, что я постоянно слушаю, в том числе, когда выезжаю сам на Северный Кавказ. Все отмечают, что высокая дисциплина, профессионализм, вежливое культурное обращение, соблюдение всех, в том числе, национальных традиций. Этим наши отряды всегда отличаются. Петр Александрович, Вы назвали столько много направлений, их на самом деле немного больше, больше, наверное, тех, о которых мне и рассказали. Вы как строите свой рабочий день? Вы как-то уже к какому-то графику привыкли. Во сколько Вы встаете, как успеваете? Есть ли у Вас выходные? Ну, график, наверное, с первых дней службы, он всегда был очень напряженный. На сегодня он тоже уже достаточно выстроен. В 7 утра я уже нахожусь на рабочем месте, принимаю доклад начальника смены дежурной части о обстановке в регионе. Затем анализирую сводку, и в 8.30 у нас походит прием сдачи дежурства, такое мини-совещание. Затем по графику до позднего, позднего, позднего. А выходные и хобби, я знаю, что Вы увлекаетесь спортом. В выходных тоже, ну, в зависимости от хобби, наверное, это слово высокое, да, хобби. Да, хобби, наверное, предполагается, что этим можно заниматься как минимум 2 дня в неделю. Да, 2-4 часа в сутки. В выходные тоже я на рабочем месте, как правило, стараюсь и субботы, и воскресенья контролировать, значит, ситуацию и работу управления, значит, ну, а то свободное время, которое остается, его не так много, ну, это, да, действительно поддержание, стараюсь поддерживать физическую активность, спортом тоже не зовешь, это поддержание физической активности. Ну, и чтение, если удастся выехать куда-то на рыбалку, тоже... И рыбалка, да, святое. Да, могу это сделать с удовольствием, себя фанатиком рыбалки назову, но с удовольствием на природе могу побыть с удочкой в тихом месте. А читать книги какие любите, что предпочитаете? Ну, последние, если говорить, так получилось, что удалось выехать в ведомство на санаторий, значит, в этом году, там, и перед выездом зашел в магазин по кинетическому, значит, и попался том рассказов Чехова, я с удовольствием его прочитал. О, изумительное. Причем знакомый рассказ со школьницами, я с удовольствием их себе прочитал, и получилось всем удовольствие. Я думаю, что для многих будет просто удивительным, что начальник, главный полицейский Тверской области любит Чехова, это о многом говорит. Несколько слов пожеланий у нас программа, к сожалению, подходит к концу, жителям Тверского региона, что бы вы хотели пожелать людям, чтобы каким-то образом сохранить уверенность в себе в эти непростые дни? Ну, конечно, я хотел пожелать благополучия, конечно же, здоровья в этих непростых условиях. Ну, конечно, я бы сказал благодарность жителям региона за помощь нам в поддержании правопорядка, ну, а главное, чтобы жизнь наших жителей была безопасна, была получна, да, то есть, это, наверное, самое главное. И несколько слов коллегам по службе, профессиональным праздникам. Да, ну, в преддверии праздника, конечно же, я хочу, пыли с возможностью, хочу поздравить всех своих коллег, подчиненных с этим нашим профессиональным праздником, пожелать, высказать слова благодарности за тяжелый ежедневный труд и, конечно же, пожелать здоровья, благополучия, профессионального роста. Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, достаточно много. Сейчас общение немножко ограничено, мы больше в телефонном режиме общаемся, поэтому я еще раз, под возможность, хочу передать слова благодарности за помощь в воспитании молодого поколения своим примером, прежде всего, ну, и, конечно, здоровья, всего самого доброго. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе, с наступающим вас также праздником. Я думаю, что полиция, как и раньше милиция, тоже будет поистине народной службой. И мы, наверное, предложим к этому все усилия. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у меня в гостях был начальник управления МВД России по Тверской области, генерал-майор полиции Петр Александрович Пырх. Будьте здоровы. И, наверное, звоните в полицию. Какой телефон еще? Давайте мы раз напомним. Да, давайте. Телефон, прежде всего, 02 и 112. Самое главное – это телефоны, которые работают ежедневно, днем и ночью, в любое время суток. Вам придут на помощь. Главное – будьте здоровы. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин